Ну что, ребят, вот и наступил заключительный день. Это восьмой день нашей прокачки парикмахеров в Сочи. На самом деле и легкая радость, и легкая грусть, потому что сегодня, собственно, мы уже с ребятами попрощаемся. Сейчас у нас получается экзамен. Это также приемка вчерашней работы, укладка. Будем оценивать, смотреть по форме. И также сделаем отместочку на доске, кто же лучший. И подведем итоги. Анисад 10, вагаз 9. 8. Рассказывает очень, прям, так, интересное. Вот уже, уже лучше. Можешь, когда хочешь. Можешь, когда не лезешь, ты и меня. Сейчас очень внимательно, чтобы расческой выполняли все правильные движения. Эмоции? Эмоции, даже не знаю, как сказать, но очень бурные, очень, короче, эмоций очень много. На самом деле я очень много чему научился, конечно, не все сразу понимаю, но это дело опыта, я думаю. Но мне очень нравится, я просто в восторге, на самом деле. Я не думал, что за такое короткое время можно так повысить себе скилл парикмахера. Вот, но это прям чувствуется на самом деле. С первого класса перейти в пятый класс невозможно, как я всегда говорю. Ну, начинаем поэтапно, пошагово, лучше не спешить, спокойно работать и пытаться понять, что ты делаешь. Эмоций очень много и положительные, отрицательные, прям, ну, все заполняет на самом деле. Но отрицательные, это, конечно же, то, что когда ты начинаешь работать, у тебя не получается, ты начинаешь злиться, тебе начинает раздражать эта пластиковая голова, ты начинаешь думать о том, что вообще нафига оно тебе надо, потому что у тебя болят руки, у тебя болят глаза, эти пальцы не поворачиваются, нервы на пределе, то есть, ну, просто как бы. Ну, а потом приходишь домой, отдыхаешь, утром просыпаешься и понимаешь, что все-таки надо, потому что это действительно работает и даст свои плоды. Не бояться, не сомневаться и быть уверенными в себе чуть больше, так как я вообще не уверенна в себе человек, очень долго настраивалась, 4 года, 4 года настраивалась, по разным причинам не получалось, но я все-таки сюда пришла. И очень счастлива, рада, и, что могу сказать, геометрию стрижек мужских я поняла, ура! Да, ребята, собирайте свои чемоданы уже сейчас и дерзайте на обучение. Можно ли пройти второй степ без первого? Нет. Почему? Точно нет. Не точно. Порежете руки. Пусть первая, вторая кровь. Не знаю, но это на самом деле невозможно, потому что на первом степе есть такие нюансы, без которых второй степ ты просто не поймешь. Это основные составляющие второго степа. Я для себя решила только то, что учиться никогда не поздно и никогда не много. Предела в этом нет. Ну, а еще я сделала такой вывод, как до этого я не училась. Безумно довольна. Мне очень сложно, эта поездка далась, и решение было очень сложно принять, и я не жалею никакой. Я бы хотела еще, правда. Я имелись с 15-летним стажем. Один год парикмахерского искусства. Я хочу как можно больше успеть получить, быстрее, чтобы добиться своих каких-то целей. Вот, так как не сделав первую стрижку, невозможно сделать вторую стрижку. Поэтому, не поняв геометрию самых морских стрижек, невозможно сделать персонализацию самой стрижки. Так что, конечно, нет. Опять-таки, не прыгаем с класса в класс. Позитивные эмоции, ну, во-первых, атмосфера, да, то есть сама подача информации, сам объем информации, коллеги, которые стоят рядом, да, то есть все очень позитивные, веселые, друг друга поддерживают, помогают. Ну, и плюс, конечно же, Сочи, да, это тепло, это солнце, мандарины, лаваш, да, как он называется, лаваш-то, армянский лаваш, да, попробуйте, крутая штука. Эмоции смешанные, преобладают, преобладают, конечно, преобладают положительно. Отрицательные эмоции связаны только с тем, что злюсь на себя, где-то что-то не получается, срываюсь и так далее. Я хочу дать... Силепетерси. Силепетерси. Я хочу дать совет. Хочу дать совет мастерам со стажем. Ребята, это вообще, особенно второй степ, это вообще другое направление. Я тоже был где-то уверен в своих силах, где-то самоуверен, но здесь все расставили на свои места. А еще о чем я жалею, я жалею о том, что действительно мало, 8 дней это мало. Когда я собирался сюда, я думал, что там делать 8 дней, обычно семинары 2-3 дня. Сейчас я понимаю, что мало, мне не хватает времени там отработать что-то. У меня есть слабые стороны, связанные с укладкой и так далее, потому что я редко этим занимаюсь. Я бы с удовольствием отработал бы это все. Поэтому хендкрафт в этом отношении, это очень хорошая идея. Второй степ, это высшая математика. Для меня открылось очень много новых направлений. Я жил и работал параллельно этому всему. И вот за эти 8 дней, особенно за последние 4, Юра столько на нас вылил полезной информации, что мы вот все параллельно, все с благодарностью обтекаем. Куча эмоций, все они классные, крутые. И да, действительно, курс очень короткий, хотелось бы длиться. Мало, очень мало. Надо еще. Не боясь, смело идем. Ой, как бы сейчас, ханграфт, да? Ханграфт. Прям туда. Поверьте, кто хочет мужским мастером стать, это будет круто. Вывод, конечно же, стало понимание вообще мужской особенности, скелетной структуры, как бы головы, да, понимание формы, чувства самой формы, потому что мать всего это форма, первично именно она. Вот. Ну и, конечно же, я понял, где мои были ошибки, потому что ошибки, ну, как сказать, свои недоработки на клиентах видно. Вот. Но нету понимания, как это исправить, что сделать, чтобы этого не происходило. А здесь как бы все потихонечку становится на свои места. Ну, в Сочи не видели, солнце не видели. Это я сейчас к отрицательному. В том плане, что я хочу дополнить с Кирилла. Мы очень уставали, очень много трудились, не получалось, нервничали. Но я очень довольна, считаю, что это того стоило, ну, по крайней мере, для меня. Я много привезу с собой, своим клиентам от Юры. Но там такая кладезь бездонная, короче, надо идти в школу. Ну, было тяжело, конечно. Мы ложились три часа ночи спать. Домашнее задание у нас было. Вставали очень рано. Ну, на этих эмоциях, как бы, ты это ничего не замечаешь. Ну, да, нет усталости, как бы, всегда на позитиве, ты бодро, хоть и ты не высыпаешься. Рекомендации мастерам, ребята, на два степа сразу. Один степ не то. Именно первый степ и второй степ. И желательно сразу, чтобы всю информацию в кучу, и только это будет полна цена. А еще лучше, конечно, ханкрафт на два с половиной месяца. Вот избегать случайного результата, делать, делать думая, делать думая, анализировать, много анализа, много анализа и так далее. Отходить даже где-то от автоматизма, больше думать и так далее. Чтобы было меньше случайного результата. Я бы все-таки порекомендовал не затягивать. То есть идти как можно быстрее и находить средства, находить возможности. Потому что понимаешь, что, ну, это, в общем, надо это проходить абсолютно любому мастеру. Не важно, есть у него опыт, нету, потому что любой сюда приходит. И я думаю, что понимает сразу, что он, ну, просто никчемный мастер. И вся его работа сплошная, как бы, прядь. Вот. И, ну, честно, я вот, когда первую форму мы простригли, я понял, что все мои клиенты, я надеюсь, они этого не слышат, очень, очень при бедные мужики, жалко их стало прям. Ну, вообще, да. Ну, вот я как прошла курс, я знаю свои ошибки. Я, например, ну, не то чтобы ленилась, я не всегда слушалась. Изначально Юрий сказал, просто делайте так, как я говорю, повторяйте. И вот, надо действительно доверять. Я познакомилась с замечательными людьми, нашла себе друзей. Да, мне очень нравится. Партнера покойки. Партнера, коллега, мы с ней соспались. Это я. Девушка, вы соспались. Соспались? Как сказал Юрий. У нас даже стрижки одинаковые. Что бы ты порекомендовал ребятам, которые только собираются на курс пойти к нам? Я бы, если вы готовы повышаться и хотите чистоту работы, обязательно приходите, учитесь, повышайте свою квалификацию. Это будет отражаться на ваших стрижках, работах, у вас появится больше клиентов, вырастет база и цена на стрижку. Да, хочу пожаловаться. Нам обещали, что мы будем учиться с 11 до 7. Но мы учились почему-то с 10 до 10. А потом еще заваривали нас домашним заданием, которое мы выполняли до 3 часов ночи. А заставали в 7 утра, чтобы доделать еще домашнее задание. А потом бежали. И для тех, кто еще думает. Если вы думаете, что вы приедете сюда и что-то не сделаете и останетесь с неправильно поставленной рукой, с неполученными знаниями, не рассчитываете. Юрий с нас живых не слезал, пока не добивался от нас результата и пока его фактически не видел. Ну согласитесь. Причем от каждого абсолютно находил к каждому свой кнут, индивидуальный пряник. Кнутов наоборот много. Он издевался. Подбирал для каждого индивидуально свой определенный пряник, свой определенный кнут. Кому-то там, с кем-то синхронно работал, но он не успокоится. Пока его не добивался. Такого педагога, конечно, я не видела никогда. Спасибо, Юля. Прячь. Спасибо, ребят. Что самое важное и самое ценное у нас должно быть? Нет, желание учиться. Или? Желание. Не лениться. А не лениться. Счастье, что? Любовь к работе. Любовь к профессии. А я что-то знаю. Ребята, подписчики, уважаемые, огромное вам большое спасибо и низкий поклон за то, что вы смотрели, за то, что комментировали, за то, что болели за ребят, за то, что вы жили прямо вот реально здесь. И я, наверное, скажу, что Хайнкрафт рулит. Итак, у нас завершающий день, восьмой, это прокачка парикмахеров в Сочи. И к нам в гости приехал наш генеральный, можно сказать, спонсор этого выпуска, Александр. Я представляю магазин Urban Shop в Сочи. Очень рад здесь находиться. С Юрой мы давно знакомы. Всегда с удовольствием приезжаю к нему в гости. Всегда с удовольствием участвую в такого рода образовательных мероприятиях. И начинаем мы сейчас, ребят, с тех, кто в интернете проявляет более такую активную прям позицию. Пишут комментарии, постоянно лайкают и, можно сказать, живут этим процессом. Побеждает у нас с нашим вчерашним, скажем, голосованием. Это Вадим Писарев. Мы сфотографировали, он первым ответил. Буквально на одну минуту опередил Андрея. На одну минуту он опередил Андрея Ташогла, если правильно выразился. И, Вадим, очень приятно мне. Вот этот шейвер мы вышли вам. Напишите обязательно в комментариях или мне на WhatsApp. Вот на этот номер телефона ваш адрес, телефон и фамилия, имя, отчество. Да, фамилия, имя, отчество, получателя. Вадим, он твой. Поздравляем. Вадиму от Юрия Жданова и Урбаншоп. Отправляем. У нас 107 баллов набрала Оксана. Оксана, я вас поздравляю. Надеюсь, вам понравился вкус. Я думаю, вы здесь обочерпнули много всего нового. И держите ваш подарок от Урбаншопа. Я думаю, в вашей работе он вам пригодится. Обязательно. Поздравляем. Второе место, почетное место, все-таки уступила Анисад. Магазин Урбан является официальным дилером компании Гинка и представляет японскую марку Ножниц Китая. А вы, в свою очередь, становитесь, ну, я надеюсь, счастливым обладателям этих ножниц, да. Это замечательная модельчика, 6,5 дюймов. Держите, они ваши. Спасибо. Ждите на здоровье. Пока дружит. Да, с ним вот так вот. Желаю вам успехов в работе. Спасибо. Поздравляем вчера. Спасибо. Бесспорный наш лидер оказался. Просто интернет там взорвал. Все там ваган, ваган. Наверное, всю свою клетку базу Армавира подорвала. Сказала, голосуйте за меня. Ваган с отрывом, с 20 баллов убежает в первое место ваган. Я следил тоже за эфирами. И от души поздравляю тебя в первом местном. И компания Урбан, магазин Урбан, дарит себе приз от компании Волк. Это триммер-детейлер. И я думаю, что он тебе поможет достигать еще больших успехов. Малейнер, спасибо. Седьмую позицию у нас занят Эдуард. Он достойно себя показал. Эдуард, мы официально представляем компанию Vice Park. Это японский, всемирно известный производитель расчесок, парикмахерского оборудования. И дарим тебе... Мне как раз такой нужен. Я хотел заказывать. Расческу Flat Top. Расческа предназначена. Это новинка, кстати, 17-го года у Vice Park. Она предназначена для работы с машинкой. Реально очень крутая вещь. Но я думаю, что тебе понравится. Спасибо. Кирилл! Кирилл приехал у нас в Нижневартовск. Я специально выбирал график Юрия таким образом, чтобы пройти обучение непосредственно у него дома. Потому что я считаю, что тренер в домашних условиях, в комфортных условиях дает намного лучше и больше, чем на выезде. Кирилл, это расческа фирмы Vice Park от Турбаншоп Сочи для тебя. Марина. Марина, поздравляем вас. Несмотря на то, что это не первое место. Я считаю, что вообще здесь нельзя говорить о спорте, соревнованиях. Это нечто другое. Вы все молодцы. Я очень большим уважением отношусь к людям, которые двигаются вперед. Это для вас. Спасибо большое. Еще хотела сказать. На самом деле, очень счастлива. И в дополнение к тому, мысль такая, боялась, что уеду, не сказав. Для меня огромная-огромная честь вообще здесь находиться, познакомиться с этим человеком и его отношения. Я себя очень комфортно чувствую. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну и Екатерина. Наша девочка. Она универсал, поэтому ей розоведь пынут. Она из детской работы. Поэтому ее розоведь. Катя, да, мне Юра подмигнул, говорит. На самом деле, да, это классный рабочий инструмент. Такая расческа должна быть у каждого мастера без исключения. С удовольствием вам ее дарю. Спасибо. 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 Однозначно могу сказать, что у тебя все хорошо и все будет в порядке. И то, что ты год сейчас только начала, и вот этот твой 15-летний стаж юриста, возможно, может быть, даже в будущем сыграет в плюс, что ты там начнешь организовывать что-то. Вот, я единственное хочу пожелать, чтобы не останавливаться на достигнутом, теперь только осталось именно отрабатывать все эти навыки, вот, и постоянно быть самокористичным. И забыть слово, а мне нравится. Давай. Кирилл! Кирилл, очень приятно, на самом деле, я первый раз тебя увидел в Нижневартовске, и реально ты был прям украшением этого проекта, прям вот реально. Я прям, когда смотрел, я ржал, прям в этот момент, когда я хочу домой, верните мне паспорт. Реально, красавчик, все хорошо, все отлично, у тебя все будет замечательно, ты ошибки свои видел, ошибки знаешь, работают всегда есть на чем, и работать всегда есть на чем, и мне, и всем другим, я думаю, тоже, поэтому будь тоже самокористичным, и отрабатывай все, что есть. Спасибо. Берите пример, если у вас стаж 8 лет, и вы пишете о том, что мне не нужен первый степ, я готовый только на второй, всегда есть чему учиться, всегда есть чему стремиться, всегда есть над чем работать. И мега мне приятно, конечно, то, что мастера с твоим опытом, я видел, где ты учился, сколько ты учишься постоянно, то есть социальные сети сегодня дают возможность наблюдать друг за другом. И, конечно, мне очень приятно, то, что ты оценил то, что мы здесь делаем, в себе нашел новых моментов, о которых ты раньше не знал. Еще из своего опыта скажу, что много где был, но в такой непринужденной обстановке, в такой домашней обстановке, хотя мы здесь все в гостях, но мы не чувствовали себя в гостях, а чувствовали себя именно как дома. И спасибо. Вот и там Оксана. Поздравляю. Оксан, видел на протяжении всего курса, наблюдал за тобой, где-то подходил, где-то думаю, пусть сама с собой покопается, поборется чуть-чуть. Стоит она и радостно, и все эмоции, все на лице, все вот, все вот, прям вот видно, что не получается, у тебя начинают волосы взъерепениться, как у Вагана. Угрукается, что мы писали, и она стоит вот это все. Очень хорошо, что у тебя есть вопрос, ты говоришь, блин, я не понимаю, я понимаю, не объясняйте. И не сдаешься, не то, что там, ах, не получается, отошла, и все, стоишь и долбишь, и долбишь, и не получается, и опять дальше долбишь. Вот это очень хорошее качество, да, ты все доводишь до конца, работаешь над этим. И самое главное, впитываешь, вот это самое хорошо, вот, все будет отлично, работать над чем есть, вот, я всех, без исключения, рад буду видеть на курсе Хэнкрафт, это будет спецназ, если это у нас армия, то там у нас будет спецназ. Давай. Покутина Екатерина. Всем суворовским ее отправляли, отправляли. И где твои оценки, блин, эй. Это соседка. Вообще, это было реально круто, просто, она включает голосовое сообщение и говорит, послушайте, что мне тут пишут, ей там, слушай, вас там так прокачивают, с утра до самой ночи, говорит, это ж вообще, ты ж так станешь лучше на юге России. Все станут. Очень приятно, на самом деле, что ты мастер универсалов, призналась в этом честно, сказала, блин, да, я универсал, я, честно, мужской мастер, хочу потяносить стрижки, мужские. Это очень сложно, очень сложно думать сразу в двух направлениях, это нереально сложно. Вот, я всегда говорю, что, ребята, все-таки идите какую-то в одну специализацию, то есть, либо узконаправленные мужские, либо колонисты, либо ущерб, чтобы стать настоящим профессионалом. Это очень сложно, потому что женская форма – это круглая, мужская – это квадратная, вот это перестройство радиальных проборов, то есть, на плоскости и так далее, это все нереально сложно. Я поэтому тебе только желаю успехов, вот, и делай вот эти упражнения для того, чтобы развивать сразу несколько полушарий, чтобы ты могла сразу... Несколько! Я уже шестик не забыла стрижки, честно, я сейчас уже тут. У мужских мастеров больше двух. Давай, молодец. Спасибо. И твоя напарница по постели. Даже не надо поверить, да, это не сам. Я тебя поздравляю. Все прям умничка, вообще, реально, вот, как бы, с Кириллом прям, ну, я не хочу с других говорить, что это, мы все как-то получились одна такая веселая, дружная команда, вот, но, реально, Роса де Пальма, да? Да. Вот, реально, прям, вот, взорвали мы интернет, конечно, вот, прям, мы реально почувствовали себя звездами. Ютуба, и она говорит, я теперь буду, как это так, я хочу обратно. По поводу работы, конечно, у тебя все, все отлично, вот, ты быстро схватываешь, делала круглую форму, бам, чуть-чуть там, что-то постояла, посмотрела, лавашок засусила, и так, вот, пошла, да, и раз, 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 слепила квадратную форму. Вот, это круто, это молодец, это вот, хорошо, когда, знаешь, не просто стоишь, ждешь, когда тебе подойдет тренер, ты все время смотришь, что где происходит, аваризируешься, взвешиваешь, это главное. А самое главное, то, что ты всегда на позитиве так должен быть, чем мы больше улыбаемся, тем больше мир дает нам, это круто. Спасибо. 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 Ну и, Энуард, наш теньчик. Я сразу хочу сказать, тебе по-любому было очень непросто, и я, скажем, к тебе отнесся немножечко так, как Афония говорил в Афонии, философически. Вот, потому что я прекрасно понимаю, что с таким стажем, и, скажем, без отсутствия базы, а только с присутствием барберской базы, крайне сложно говорить о каких-то плоскостях, с которыми ты просто даже не думал об этом, не задумывался клиентами, что такое там двойные макушки, и как их сделать так, чтобы она легла нормально. Там, да, френ с ней сняла, макер, все, нет макушки. Вот, как бы, вот то, о чем ты думал. И мне, конечно, очень приятно были вчера свои слова, то, что все-таки ты на второй день зажегся, тебя это угрекло. Реально, для меня это очень приятно. И где-то в моменте я игнорил то, что ты делал, допустим, и говорил о том, что там, ну, окей, нормально, да, нормально, да, шли дальше и продолжали, не обращали внимания на какую-то какашку, которую она делала, потому что всему не свое время. Ты усвоил ровно столько, сколько ты должен был усвоить, все остальное придет постепенно, в любом случае, в своей копилке, знание уже есть куча различных, различных информаций, ты в любом случае сейчас придешь в салон, встанешь, ты будешь что-то отрабатывать, что-то уляжешься, что-то нет, на что-то опять же войдет вопросы и дальше уже будешь так же писать ответы. Вот это самое главное. И, конечно, это получился дикий дисбаланс, это реально прям фишка и изюминка нашего трансформатора, который сейчас получился в нашей прокачке парикмахеров, это то, что месяц и 25 лет. И примерно дальше, там, годик, 8, 10 и пошло вот этого, да, мы все разные получились и насколько мы показали людям, что мы можем. Это круто. Кстати, для тех, кто спрашивал, можем ли мы высылать ваши покупки в другие города, отвечаю, да, мы работаем онлайн и постоянно, каждый день отправляем посылки в любой город, причем на очень классных условиях. И заказы делать вот через этот инстаграм. Мы не пьем это так, дюшес. Все, друзья, пришло время прощаться, курс завершился, ребята разъехались. Ну и можно сказать только, что в следующий эфир, именно в этом формате, мы выйдем на следующем семинаре в Сочи, который состоится в феврале месяце. Расписание семинаров можно посмотреть вот здесь, на этом сайте. И все ваши вопросы задавайте также по вот этому номеру телефона. Спасибо, что вы были с нами и до скорой встречи. Если вам понравился этот выпуск и вообще понравилась, собственно, сама идея, также пишите в комментариях. И спасибо огромное за ваши лайки. С вами Юрий Жданов, пока.